Мне всегда было интересно, ну что такое лайк? Вот просто, что это такое? Палец вверх. Для чего вот это вот делается? Вы же наши защитники, понимаете? Что это дает? Как, что это дает? Это лайк. А еще подписка на канал нужна. Вот. А это зачем? Как зачем? Чтобы видеть новые видео. И колокольчик там нужно нажать, чтобы уведомления приходили, понимаете? Не, подарок для всего. Не, я понимаю, но у меня видео вот хватает. У меня дом, у меня семья, у меня дети. Мне вот это видео. Вот, детям покажете, детям покажете. Вот мы с Володей тут на метро 905 года. Тут кое-что у нас происходит. А там видно, да? Ну, как говорится, закон для всех один. А тут он что-то не очень соблюдается. Тротуарчик мы видим. И вот куча таких вот машинок, машинок, машинок. Люди какие-то стоят. Вот, целая, толпа. И обратиться. Так вот, Володенька мне подсказывает, что слева у них кухня, а справа у них туалет. Ну, я думаю, кто-то может перепутаться, если честно. Номера, то они хоть не открыты. И, в общем-то, вон они стоят, все очереди в туалет. Видимо, ну, ссыкотно-ссыкотно, впрочем. Так, можно просто подозрительно везти. Решил докопаться до чувака. Корочку показывает. То есть остановил просто так, получается. Что, оформили, что ли? За что? А где протокол? Где протокол? Что они делают с вами? Здравствуйте. С какой целью? А где я нарушил правила? А вы видели? Видели? Это, конечно, неправда. В каком месте перешел, покажите. Покажите, где? В каком месте? Ну, покажите, где в каком месте. В каком именно месте я перешел тут дорогу? Вот здесь. Ну, вот здесь, это где? Вот, покажите. Прям точно видели, да? Прям точно видели. А я говорю, не переходил дорогу. Телепортироваться. 51-й статью Конституции хочу воспользоваться. Воспользуйтесь, пожалуйста, у меня есть права не позволить. Показания против себя и своих близких. Мои действия вы можете обглавливать законный порядок. Вы что от меня хотите? Для чего? Составить административный протокол. Все, я. Хорошо, какие вам документы? Паспорт. Давайте удостоверение ваше посмотрим. Давайте. Сереган полиция Зеленов, Олег Станиславович. Все, верно. Давайте я вам водительское лучше передам. Давайте водительское. Что сделал? Через дорогу. Я не переходил. Что, вы с какой-то с вами интересуетесь? Я не переходил через дорогу в неположенном месте. На островке безопасности. А вы видели, что я переходил откуда-то через дорогу? Ну вы вот тут как оказались? Вы видели? В каком месте видите? Вот здесь. Ну здесь, ну здесь это где? Я к вам обращение хочу сделать еще. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, я по-русски возьму. А нам нужно незамедлительное принятие мер. А, в книжку. Ну в книжку давайте, да, записывайте. Да, я слушаю. Какое обращение хотите сделать? Так, сегодня рядом со станцией метро 1905 года. Я стал свидетелем того, как множество транспных средств, нарушения ПДД и РФ, были припаркованы на тротуаре. А где тротуар? Пожалуйста. Вон там, на площади прям. Вон там? Да, на площади. Свидетелем так. Много ТС. Много ТС припаркованы на тротуаре. Прошу незамедлительно принять меры. В отличный момент. Ага. Сейчас я доложу дежурную часть. Хорошо. А что вы там, постановление хотите составлять на меня что-то? Почему я? Ну тогда у меня к вам будет рейв ходатайстве, имейте в виду. Как будете составлять, вы меня предупредите. Будет к вам ряд ходатайств. Вопрос просто, зачем вы меня снимаете? Зачем? В смысле? Вы меня, это самое. Я простой вопрос, спасибо. Простой вопрос? Да. Желание у меня есть такое. Прекрасно. Так вы будете что-то составлять или нет? Есть желание, составим. Ну у вас есть желание? Просто это будет долго и больно для вас. Я вас сразу предупреждаю. Вы можете посмотреть 12.12.1. Долго и больно, потом в суде отменялось. С нарушением согласны? Нет, конечно. Я не нарушал правила дорожного движения. Снимай его, пожалуйста, тоже, что он здесь находится. Что он здесь находится. С уже не мне согласны. Нет, конечно. Четыре трипа. При отсутствии в зоне видимости пешеходного перегрёза или перекрёстка разрешается переходить к дороге по прямому углу по краю проезжей части. На участке безразделительной полосы, там, где она хорошо просматривается, в обе стороны. Пешеходный переход есть подземный? Вы прямо над ним стоите. Куда есть пешеходный переход? Пешеходный переход на С-400. Сюда есть? Туда, туда. Ну, сюда он есть? Сюда вот на стороне безопасности он есть? А вам зачем сюда? Здесь это проезжая часть. А если я полицейскому пришёл обращение сделать? Вы имеете право обращение позвать, привлечь внимание полицейского с края проезжей части, дабы не создать аварийную ситуацию и не травмироваться. Понятно? Ну, то есть я сейчас не нарушал, я так понимаю, да? Вы, как бы, если хотите, то вы, естественно, нарушили. Вот там встали, позвали, мы подойдём к вам, спросим, что у вас случилось. Надо будет, за ручку переведём. Если вдруг вам какая-то надо будет сюда подойти, именно сюда. Как вас зовут? Игорь Алексеевич. Игорь Алексеевич. Дело в том, что ваш коллега действительно не видел, как я переходил и откуда я появился. Ну, вы же здесь не родились, здесь же роддома нет. Ну, так вот, потому что больше никогда сюда не появиться. Вот водители к вам как приходят? Может, я из машины? А зачем выходить? Их никто не приглашает. Я здесь работаю. В смысле, вообще-то, только что, вот я видел, как водитель у вас из машины выходил, ходил по этому самому, дошёл до своего дома. Это я его пригласил. Да. Для проверки дам. Проверили, всё. Вопрос другой. Если вас не приглашают, вас не просят выйти из автомобиля, сидите, ждите, ожидайте. К вам подойдут, всё сбросит, всё раскатывается, пока. Так что, на островке безопасности нельзя находиться, чтобы не ходить? Пешекором нельзя ходить на проезжей части. То есть, на островке безопасности нельзя находиться? Островок безопасности – это проезжая часть такая же. Открываем определение в разделе 1 ПДД, что такое островок безопасности. Вам здесь можно находиться? Конечно! Откройте, он специально для пешеходов предназначен. У вас маяки для чего? Здесь машины не должны находиться. Мы работаем здесь, перекрёстки. Имеем право находиться. Вы и выключение ПДД. В связи с выполнением служебных обязанностей. Да, не отложено служебное задание. Правильно. Так я про вас ничего не говорю. Маяки включены, всё нормально. Так. Ну, всё. А по поводу островка безопасности, откройте раздел 1. Град, не нарушайте. Так я не нарушал. Все, идите, верите себя, водитесь-ка, счастливого пути, больше не ходите здесь, аккуратнее ведите себя, дабы избежать травмоопасности. Чтобы у вас все хорошо, с Новым годом. Я появился сюда безопасно и вам с Новым годом. Да, вам с Новым годом, все у вас хорошо. Вы главное поймите, что сюда можно по правилам переходить. Стоять здесь нельзя машинам. Островок безопасности, вот откройте специально, в разделе 1, для чего островок безопасности, он создан для пешеходов. Да, чтобы когда переходишь в проезжую часть, не успеваешь пересечь ее, тут надо, пожалуйста, отстаяться, подождать. Да, он создан для пешеходов, предназначен для этого. Все, я административное правонарушение, никакого не совершил? Не совершили, все, успокоились, вам лечь от этого. Все, конечно, еще извинение было бы неплохо. Да, извините, пожалуйста, я больше так и не буду, можно так? Ваш коллега еще. Я сейчас к нему подойду, так и будет. Да, он сейчас извинится перед нами, если что, он пойдет на коленки в грязь. В грязь не надо, я подстилочку могу стелить. Если он захочет уж так сильно, как бы, это самое. Ну, то, опять дай мне минуточку, вот. Тебе нравится, что ли, издеваться над людьми? Да, хорошо. Да, чего издеваться над людьми, ну, ты прикалываешься. Просто это не нарушение ПДД, я это точно знаю. Ну, слава богу, у меня другая задача. Другими у меня перекрестки. Я вас не отвлекаю, я вас не отвлекаю. Я сделал обращение, вы хотите там действовать и хотите. Да, мы пойдем будем действовать, как положено, с точки зрения закона. Ну, вот и все, хорошо. Все, легче стало вам от этого. Конечно. Ну, ведь радует же, когда полицейские с точки зрения закона действуют. Ну, слава богу, если вам от этого полегчало. Конечно, полегчало. Видите, погрели, маленько согрелись. Конечно, спасибо вам большое, что погрели меня в моей же частичной машине. Спасибо вам огромное. Ну, ладно, все, всей страны частичная. Правильно, да, вот частичка каждого россиянина. Каждого гражданина Российской Федерации, кто платит налоги. Поэтому все у вас хорошо. Ну, ладно, все, всего доброго, Тава. Пойду, объясню вашему коллеге то, что я не нарушал. А где наш коллег? Куда он делся? Вы его куда направили? Да, его, может, уже ОМОН забрал. Куда он пошел? А вот в порядке у полу как-то бывает, уходится, ребят. Там нет вариантов. Там не только трюк. Неужели гаишник пошел и заставил их всех в мигалочки включить? О, действительно, смотрите-ка, ничего себе. О, совсем другое дело. Мы еще не все исполнили требования, я так понимаю. Вот такой Новый год. А вон и наш. Добрый вечер. А что, отказывается исполнить требования? Это только твоечники, а вот там занимаются в инспекторовой и это вояки. А, то есть им все можно, да? У них нет, а им заниматься в инспекторовой. А, так вообще им здесь делать нечего, надо согнать их тогда. Давайте эвакуатор вызовем. Это уже не заходит носительник МВД, понимаете? Это я вижу нарушителей автомобиля, дайте их эвакуируем отсюда. Пускай себе люстру там ставить, не знаю. Я не могу, это не входит мой полномочий. Слушай, этим заниматься в инспекторовой и военной автоинспекции. Видит номера черные. Ну, вижу, да, черненький, да. И что? Сейчас оставлю... Я не знаю, у нас же не Америка, у нас как бы черный не превыше всех. Так все нормально. Не превыше сейчас, я оставлю заявку в дежурочку. Я пошел, посмотрел, синенький, который в моих полномочиях все с люстрами. То есть имеют право. Я даже удивлен, кстати. А по этим я сейчас позвоню дежурку, что вызвали инспекторов в военной автомобильной инспекции. Спасибо большое. Нет, за что. Вы зачем кошмарите моего коллегу? Никто не кошмарит. А я чувствую, а я чувствую, там вы его кошмарите. За одно дело с вами. Ну, вот я, может быть, даже соглашусь с вами. Не знаю, за какое вы дело пока еще точно, но... За соблюдение закона. Правила дорожного движения, да? За помощь граждан. Так вы его не оформляете там случайно? Его? Да. Оформляем. За что? За нарушение правила дорожного движения, правила 4-3. 4-3, 4-3. О чем гласит? О том, что... А он ее не перешел, во-первых. Во-вторых, он сделал это под прямым углом. И что? На перекрестке. И что? Внизу он действует регулируем пешеходного перехода. Ну, давайте прочитаем. Вот у вас с собой есть там, я не знаю. Нет, у меня в машине. Ну, а я помню их наизусть, потому что у меня завтра утром на канале выходит 8 утра ролик, как раз по переходу мною. Точно так же. Вот на этик у нас вызывает инспектор. Вот военные инспекции. Да! А эти исполнили функцию. Давай. Ну, вот смотрите. У меня вот... Вот вы, я смотрю, сержантский состав, да? А мне вот майор не смог оформить точно по такой же... Либо он, получается, бездействовал, либо вы превышаете. Вы решите, кто из вас нарушает. Я не могу отвечать. Ну, точно так же. Меня точно так же сказали, что я нарушил, да? А в итоге меня никто не привлек. То есть, получается, либо один человек бездействовал. Майор бездействовал. Какое предупреждение? Не, нет, не предупреждение. Какое предупреждение? Нет, ничего. Не знаю. У меня просто... А я вам что, могу отвечать с другого человека? Не, мне просто интересно. То есть, вы полностью уверены, что пешеход, который под прямым углом, без зони видимости переходов, в эту область, куда он переходил, правильно? Он перешел под прямым углом, на перекрестке. Вы стоите возле подземного пешехода. И что? А переход подземный куда ведет? Куда? В разные направления. Куда надо, туда и ведет. Нет, а он перешел туда, куда не ведет подземный переход. Вы считаете, что ваше руководство не отменит, если, то в суде, вы как думаете, это разве не отменится? Зачем вам составлять бумаги? Просто тогда и на вас. Сейчас будем, давайте, жалобы составлять. На Мерседес, на ваш. Какой Мерседес? На звездочкой. Я подумал, что у меня три сначала. Вот вы же федеральный закон номер три тоже не знаете. Согласны? Палочка у вас не светилась, когда восстанавливают транспортные средства. Какое транспортное средство? Ну, там вы много остановили или уходили. Да, батарейка села. А, батарейка села. А где написано, что он должен вообще светить? Покажите мне, пожалуйста. Раньше деревянные жезлы. Пункт, по-моему, пункт 63. А как же деревянные жезлы? Не по господу, значит, у нас пункты. А у нас административный регламент введен приказом 664 год назад, поэтому... Нет, деревянные, да, есть. Я недавно видел, я там тоже в Казани моих там всех обижали тоже полицейских, которые пользовались деревянными палочками в темное время суток. Поэтому не катит отмазка. Можешь вопрос? Да всегда, вот только смотрите в камеру. Мне вот одно непонятно. Вот здесь проходят мероприятия. Нагнали сюда сотрудников. А зачем? Сколько? Избежание антитеррористических действий. Каких? А мало ли. Кого бояться? Вот вы зря так считаете. Они что-то не по себе, ребята, молодые. Не по своей воле. И что, почему не сделать так? Проходной день, грубо говоря. Все регаты обеспечить на благо. Вопрос в том, зачем мы сюда пришли? Ладно, зачем это, да. А я в отличие от полицейских, например, люблю, когда закон не только он на бумаге, но он и на деле. Вот исполняется, то есть. Как вы прям за камеру все заходите? Ну, давайте так. Посмотрим на лампочки. Они веселее, они как гирлянда. Ну, вот смотрите, у вас... Ну, что закончилось? Ой, ну, давайте. Ну, так надо не нарушать просто. У меня претензий к личному составу-то и нет почти. Они как... просто как... так... декорация, я бы назвал. Как может быть? Декорация. Ну, я надеюсь, они... Если всякое случится, они с народом останутся. Перевдеть, а не добдеть, правильно? Не дай бог, что приезжай, делай. Видите, как... Молодые, жалко их. Пример подают дурной. Ну, давайте, пойдем к пешеходу. Они срочники. Да, это понятное дело. Ну, судя по тому, что там зажглись огни, вот где-то там далеко, они пошли туда. Вы имеете вот нарушения сотрудниками ОМОНа, правильно? Конечно же. У нас как? Все равны перед законом и судом. Если бы вы тут без маяков стояли, так же бы на вас было обращение. Но вы тут с маяками стоите. В этом вам плюс. Вот. Ну, вернее, как плюс. Вы как бы выполнили обязанности свои, и все. Вот. А они не выполняют свои обязанности. Остановились на площади без маяков. Да, мы с ним разговариваем. Не оформили, вот я жду извинений вот от этого человека. Мы раз... Да. Хорошо, тогда уточнить за что. За то, что я не нарушал ПДД. Он не нарушал, а при чем здесь извини? Он вас оскорбил? Мне оскорбительно его незнание ПДД. Это же ДПС. Дорожно-патрульная служба. Вы людей штрафуете за это, понимаете? Вам что, одного извинить не мало. Извинились? Слово будет. Так это вы извинились. Так он же изначально был этим самым инициатором. А это вы? Да. Что именно? Ну я уже рассказал. Нет, человек вы тоже мой поспорили. Я говорю, да в принципе, оформляйте. Ничего, мы к выруководству сходим, в суды сходим, но ничего страшного. И вы сходите, сходили бы. Вот, ну так... У меня есть семья, мне надо с ней быть. А ты не знаешь, куда? Правильно, правильно, правильно. Я уже наделся его формули. Тесно хотел. Ну так, что? Тут можно переходить дорогу. А почему вам все это нужно, скажите? Да, пункт 4.3 ПДД. Смотрите, как там красиво, красиво. Вот, красиво, молодцы, вот молодцы же. Теперь как мы почти, а то будем красненько. А, там да, половины нету мигалок. Вообще нет? Да, у них просто нет. Ребят, в итоге, давайте не будем опорять бесходов, которые переходят под прямым углом на переклёстке. Ну вот, пролезать под прямым углом. Дефендикулярно. Не уходим. И особенно, когда не видели, когда кто переходил. Конфликт исчерпан. Да, все. Исчерпан. Вот надеюсь, что этой фигни не будет в эфире. Не надо. Я не знаю. А зачем это? Ну не знаю. Почему? А мы пропагандируем положительный образ российского полицейского. У меня, кстати, завтра на канале выходит ролик. Именно вот... Почему вы, канал? Именно... Очень известный. Именно вот такая же почти ситуация, я так же перешёл. Но вот майор меня почему-то от меня избавился. Решил от меня... Ну, как вы, в принципе. Что вы добиваете? Снимаешься? Я же говорил. Уже говорил вашему коллеге, чтобы у нас закон не только бы магитал, но и на деле. Причём для всех. А вы, я смотрю, старые закалки-то. Судя по монеткам на свистке. Такую есть. Нерождённую в СССР. А у меня вот распродажа, видите, тоже приносит удачу. Какая распродажа? Вот, видите, распродажа 50%. Я вам советую тоже прилепить на свисток. Я же не Юл, молодой, не вижу. А вот монетки с какой целью-то? Рождённую в СССР. Я там родился. Ну а почему на свистке? А почему монетка, а не... На рабочем инструменте, почему? А вы знаете, в этом, во Владивостоке был случай, там целый пост ДПС повязали, да? И там, оказывается, за ними наблюдала камера, да? Всё это время. И они, ну, там сколько-то, там, сто, около ста взяток, короче, на их счету было. И они, в общем, перед каждым дежурством жезлом натирали пятитысячные купюры. Вот. Прям натирали... На камере? Да, прям на камере. Вот можете загуглить. Натирали пятитысячные купюры. Вот. И прям это всё на видео, прям чётко. И я чувствую, это удача им не принесла. Да. В общем, человек были привлечены к уголовной ответственности. Ну, правда, дали им штраф, максимум там. Ну, продаются такие. Никто же не любит эти монеты. Да ладно. Серьёзно. Я же видел там тоже. Зайдите, уважаемые. Зайдите. Ну, я видел. Продаются монеты. Не, я видел, уже продаются. Начали продавать, чтобы инстектора не мутились. Вы же... А для чего вот это вот это? Вы же наши защитники, понимаете? Что это даёт? Как что это даёт? Это лайк. Что-то бывает. Зачем? Как зачем? Чтобы видеть новые видео. И колокольчик там нужно нажать, чтобы уведомления приходили. Понимаете? Не, подары для всего. Я понимаю, но у меня видео вот хватает. У меня дом, у меня семья, у меня дети. Мне вот это вот... Вот, детям покажете. Детям покажете. Сейчас переведу. Так что, я ещё извинений-то не услышал от вас. Вы же ко мне подошли. Хорошо, прощи. Всё. Вот, правильно, молодцы. Езжайте, конечно, конечно, езжайте. Тем более у вас там макро. Пойдёмте, да. Пойдёмте. Ну всё, шлифа. Ну всё, до свидания. Он на вот этих, которые видишь, без мигалок, он даже при мне позвонил по телефону кому-то и сказал, что вызвут там военную инспекцию. Да ладно. Даже что-то такое, да. Чё себе. Вот так вот, вот так вот сделали обращение к полицейским. И они не забили, что странно, да? Да, и вот зачистили площадь. Зачистили площадь полностью, полностью. Один полицейский прогнал ОМОН. Понимаете? Ну, не полностью, конечно. Автозак-то для нас оставил? Да. Для нас только оставил там автозак. Там взвод ОМОНа, чтобы нас попинали, да? Володенька же любит, когда его пинают, да? Ну, вообще просто, я ждал, пока отпинают Павлика нашего, маленького Павлика. Я думаю, всё, всё, посадили его в патруличку, сейчас его будут пешеходик-то оформлять. А я предупреждал, потому что они так всегда делают. Ну, что ж, друзья, 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 вот так вот, вот так вот и должно быть. Вот так, чтобы было видно. Вот как-то так, с маячками. Красиво всё, нарядно, вот как ёлочка. Как ёлочка на вагоне, так и полицейские должны, когда они выполняют неотложное служебное задание. Вот. Ну, а вы пишите, что думаете об этом в комментариях, там внизу. И не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик и лайк, 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 лайк этому видео. Что такое лайк вам расскажет? Что такое лайк вам расскажет полицейские старые закалки? Да, ну, впрочем, вы это уже видели, так как это в конце видео. Ага, ладно, тогда по-другому. А что такое лайк вам уже рассказал полицейские старые закалки? Вот, как-то так. Всё, всем удачи, всем пока, боритесь за свои права.